Нередко, к сожалению, я это с болью говорю, но просто на это надо обращать внимание, наши артиллеристы слишком близко подходят к жилым домам. На российском государственном телевидении внезапно прозвучала неудобная правда. Военный эксперт Александр Артамонов в эфире Первого канала заявил, что России нужна новая мобилизация, так как люди в российской армии просто заканчиваются и скоро некем будет воевать. Но самое главное, что тот же эксперт на всю Россию в эфире открыто признал, что российские военные в Донецке ведут артиллерийский огонь из жилых кварталов, прикрываясь мирным населением и заявил, что жители Донецка просят российскую армию этого не делать. Очень бы хотелось все-таки ротацию. Это общий голос на фронте. И тот, кто говорит о ротации, тот, я прошу прощения, сейчас все, может быть, услышат что-то нехорошее. На мой взгляд, субъективно, это означает дополнительную мобилизацию. Подождите, но какая мобилизация? Ведь Путин только недавно говорил, что в российской армии нет никаких проблем. По его словам, только в 2023 году российскую армию пополнило более 300 тысяч контрактников. А Медведев заявил, что в армию России вступает 1400 человек в день. При этом, по словам все того же Путина и российского министерства обороны, потерь в российской армии практически нет. Потерь в вооруженных силах России нет. Но если потерь нет, и армия получает в качестве пополнения сотни тысяч человек, то зачем тогда нужна новая мобилизация? В общем, с официальной статистикой что-то явно не клеится. И российские военные эксперты уже открыто говорят, что в ближайшее время Путину и Шойгу понадобится новый расходный материал для мясных штурмов, поскольку российские военные, которые сейчас там на фронте, на передовой, заявляют, что им срочно необходимо подкрепление. Это ни в коей мере не критика, это просто наблюдение. Плюс к этому все-таки несколько бригад меня просили это довести до сведения всех. Это важно. Но самое интересное началось дальше. Этот же военный эксперт в эфире Первого канала, Государственного федерального канала, на всю Россию заявил, что российские военные ведут огонь из артиллерии в Донецке, прикрываясь жилыми домами. И заявил, что жители Донецка просят российскую армию этого не делать, поскольку российская армия тем самым подставляет мирное население Донецка под ответный огонь украинской стороны. Хотелось бы все-таки, чтобы контрбатарейная борьба, ну, так или иначе, велась чуть в стороне, просят местные жители от жилой застройки. Потому что нередко, к сожалению, я это с болью говорю, но просто на это надо обращать внимание, в горячке боя, как я понимаю, увлекаются, тоже в том числе и перемещающиеся наши артиллеристы, и слишком близко подходят к жилым домам. Система контрбатарейной борьбы со стороны *** работает очень хорошо, то они дальше, так сказать, с минимальным КВО, то есть вероятность на отклонение, так сказать, кладут снаряды по месту нахождения, даже когда уже САУ ушла, то есть самоходная артиллерийская установка. Поэтому тут просто я призываю артиллеристов от лица местных жителей Кубышевского и Киевского района обращать все-таки внимание на удаление фасадов, как минимум метров на 200-300 по возможности. Это уже касается дивизионов и конкретно работы командиров этих дивизионов. Смотрите, какая кромола-то звучит в эфире Первого канала, да? То есть, во-первых, российский военный эксперт открыто признает, что украинская армия не бьет специально по мирным кварталам, по мирным жителям Донецка, как постоянно врет Путин и его придворные пропагандисты, а украинская армия лишь отвечает на российские обстрелы вот такой вот контрбатарейной борьбой. Во-вторых, российский эксперт признает, что эта контрбатарейная борьба достаточно точная. То есть, опять же, да, Украина не бьет специально, куда попало, там, по мирным жителям, а работает украинская армия конкретно, точно по российским военным целям, в ответ на обстрелы. И этот же эксперт признает, что российская армия становится слишком близко к фасадам домов и тем самым подставляет мирных жителей Донецка под ответный огонь украинской артиллерии. Наши артиллеристы слишком близко подходят к жилым домам. Посмотрите, российский военный эксперт в эфире российского канала говорит, что жители Донецка просят российских военных, чтобы они их не подставляли под огонь, не ставили свою арту близко к фасадам их домов, потому что российская армия фактически подставляет мирное население Киевского района, Куйбышевского района, Донецка, это северная часть города, под удары украинских военных. То есть российская армия все это провоцирует. Это крайне важно. Посмотрите, да, это же не украинская пропаганда говорит. Это, по сути, в эфире российского канала, российский эксперт признает, что жители Донецка свидетельствуют об этом, что нет никаких специальных, намеренных ударов по Донецку со стороны Украины. А есть вот этот огонь, который провоцирует российская армия. И российская армия подставляет мирных жителей под этот огонь. Это очень важное признание. Это крайне важно, потому что оно показывает, кто есть кто. Это просто готовое признание для Гааги, которое доказывает, что не злого умысла обстреливать Донбасс со стороны украинской армии, а вот с российской стороны есть этот злой умысел подставить население, использовать его в качестве живого щита. Это можно передавать в Гаагу. И это важно распространять, чтобы все видели. Это надо прям перевести, английские субтитры подставить. И показать всем, чтобы все видели, что происходит на самом деле, как Россия в кавычках защищает Донбасс, как она использует его, специально подставляет в качестве этого живого щита. И очень четко показывает этот эпизод, кто есть кто. Поэтому давайте распространять. Поделитесь этим обязательно в соцсетях. Оставьте лайк, комментарий к этому видео. Так оно получит больше охват. Больше людей его увидят. И подпишитесь на канал. Это тоже очень важно.